Приветствую вас. Ну, вы знаете, вам бы разобраться в себе, на самом деле, сначала, вот, потому что как-то довольно сомнительный факт, что вы хотите вернуть девочку, при этом вы злитесь, при этом вы ее дошли. Высказывать очень такую достаточно историю, я бы сказал, незрелых отношений, где люди, в общем-то, терпят, не высказывают друг другу того, что они чувствуют и прочее, 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 да. То есть, здесь, конечно, есть, здесь есть, конечно, проблема, проблема довольно серьезная, вот. То есть, вам нужно реально пересмотреть свое поведение, пересмотреть свои внутренние противоречия, пересмотреть, почему вы не говорили, например, девочке, что вам неприятно то, как она себя с вами ведет. Пересмотреть то, чего вы хотите от этих отношений, от девушки, потому что, как бы, я не думаю, что, если вы разозлились из-за того, что она вам 18 часов не отвечала, хотя это, может быть, это могло быть как раз таки тем самым моментом, что она таким образом хотела вот проверить, насколько вы готовы с ней взаимодействовать, насколько вы готовы идти на контакт, да. Вот. Если вас это разозлило, то, значит, будут взлететь другие моменты, потому что, потому что девочка будет ставить палку в колеса, она, сейчас она вами уже манипулирует, да. Сейчас она, как-то вот, ну, как-то вот ставит барьеры какие-то, вам эти барьеры, вам эти барьеры не нравятся. И вам нужно себе задать вопрос, вот, почему, ну, например, когда она звала меня на, ну, звала меня к себе домой, чтобы я готовился с ней, я к ней не поехал, вот. По сути, я ее оттолкнул, да, почему я это сделал? Почему я обвинил ее в том, что, ну, она портит настроение после сдачи голосов и получил, вот. Кстати, совершенно необязательно, что голос раз в жизни, совершенно необязательно. Ну, типа, если человек, если человек несколько образований получает, то у него несколько голосов будет в соответствии, вот. Видите, то есть вот с этими моментами, когда вы воспринимаете на свой счет, что делает другой человек по отношению к вам, вот эти моменты нужно разобрать, эти моменты нужно рассмотреть. И, как бы, их, эти моменты, да, вам нужно проработать. Если вы девочку любите, то почему вы обесцениваете то, что она делает? Почему вы обесцениваете ее, ее друзей-одноклассников? Почему вы называете их дураками? Почему вы говорите, что она скучная, что она выгладывает, там, какие-то скучные истории и прочее-прочее? Почему? Ну, то есть это вот вопросы все, все вопросы к вам, то есть все вопросы к тому, как вы организовываете, как вы воспринимаете девушку, понимаете, какая штука. И пока что, пока что, это складывается совершенно не в вашей пользе, вот. Понимаете? Так что, это больше похоже на недостаточно явное проявление того, почему вам нужно ее вернуть. Вот, для чего я хочу ее вернуть? Это вот один из ключевых вопросов. Зачем? Зачем я хочу ее вернуть? Я думаю, что примерно так вам можно ответить. Я думаю, что примерно, ну, примерно в таком ключе вам можно ответить на вопрос, который вы даете. Когда разберетесь, уже можно будет понять, что необходимо делать для того, чтобы ее вернуть. То есть вы рассчитываете, что вам дадут, вот вы написали подробную историю, вы рассчитываете, что вам дадут совет в этом совету последовать и девушку вернете. Ну, а те проблемы, которые, которые между вами были, вы думаете, что эти проблемы, они что? Что они перестанут существовать? Нет, они останутся, они будут с вами, они никуда не денутся. Вот, поэтому это, как раз таки, вот именно это вопрос, это именно вопрос к тому, как вы себя воспринимаете, как вы к себе относитесь. И, опять же, здесь имеет место быть такая определенная идеализация девушки в начале. Идея идеализации девушки уже, там, вот, в переломном периоде, когда вы отказывались к ней ехать. И соответствующая идеализация, когда она остается. Здесь идёт обращение внимания на других людей, на то, как, как это, ну, воспримут окружающие друзья. Вы пишите, что друзья прифигели, да? Ну, какая, какое дело, почему вообще объясняли, то есть, ну, точно, ладно, что сказали друзьям, как и что произошло, это окей, но маску зачем держали, видите? Вот это вот такое вот желание, желание казаться, желание казаться, желание казаться, а не быть. Вот это вот то, что вам мешало. Так что, личности рост, Денис, и после уже можно будет поговорить о том, стоит ли и как вернуть девушку. Стоит ли, как и для чего вернуть девушку. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если бы понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, надеюсь, что ситуация разрешит.